привет youtube привет тут продолжаем тему смотрю тут форму форму потихоньку про крючочки туда-сюда пытаясь что-то смастерить для того чтобы удобно было работать под усилителями вот в этих капотах и как бы с ребятами а пообщавшись посмотрел туда-сюда вот решил немножко значит есть вот у меня прутки тут такие вот это пятерочка берем ее пока что у нас не жарко хоть солнце и светит он но пока не жарко в печечку вот там он накаляется у нас и потом его потихоньку ковать вот покажу как это делается будет кованый инструмент и вот наша наковальная молоточек вот наш образец уже красный чуть-чуть сейчас я еще накалю его чтобы он розовый был и тогда мы его пока вас матим было как говорится что делать вот тоже как мы видим вот 3 миллиметровый крючок но этот полностью весь такой плоский ширина 9 толщина 3 ну и почти метр в длину вот что-нибудь по типу такого сейчас окончания вот где-то вот до сюда надо расковать но я конусом сделаю и посмотрим вот есть на чем потренироваться посмотрим что будет как он себя поведет как он себя покажет есть тут много сайтов вот где можно посмотреть полазить почитать вот эти узкие плоские вот такие загибы у них тут всякие 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 вот кто ищет тот всегда найдет называется посмотрим что тут получается вот пожалуйста все нормально греет еще как так что можно вот в такой печечке чуть-почуть делать вот как мы видим потихоньку куется я почему сюда чтоб не держать в руках живут до сюда как бы поплющил будут дальше где-то вот до сюда надо плющить это все чтобы был заход узкий остальное не надо остальное потом будем гнуть и ручку делать вот я хочу небольшую ковырял очку для начала сделать а потом посмотрим что же продолжим приковав чуть-чуть вот начиная отсюда и сюда вот я сейчас возьму такую на болгарке штучку такой кружочек он хорошо снимает мне надо еще снять тут толщины прилично вот тут как бы отковать красиво не получится но другой стороны надо утончить вот отсюда сюда на конус то есть чтоб как клином сходилось вот так здесь больше здесь самый минимум будет опять же какая форма будет у вас это решать вам опять же еще один момент чтобы не перекалять сильно есть это меня брызгалка вот такая зарядил ее и чтобы она рядом стояла чтобы не перекаливать металл не отпускать и не это чуть тиранул чуть брызнул чуть тиранул чуть брызнул торопиться не надо потому что металл отпускается потом его если перекалить он станет очень хрупким и непригодным для работы но это мое мнение как бы не знаю я тут пару раз от такие крючки себе гнул и согнул их неудачно перекалил поэтому я осторожно к этому отношусь вот к закалке вот это все надо уметь знать и уметь и нужен опыт работы с металлами чтобы так сказать смело взять делать и получалось ну вопрос не об этом опять же теперь по форме что что касается по форме есть вам в помощь форумы в помощь ваша соображалка в помощь сайты производители инструмента и так далее ну и своя личная смекалка так что какой еще крючок тут будет я не знаю я имею ввиду показываю как вот что касается дальше потом красиво там полярнуть шлифануть вот после такой после таких кругов 150 240 320 400 там дальше 500 600 800 1000 полторы и так далее можно полиролями там чем угодно вот в принципе правило сто еще никто не отменял если кто не знает спросите у маляров что такое правило сто вот они вам объяснят и все это шлифуется полируется металл прекрасно красиво и будет как зеркало сейчас вот ребята многие начали заниматься тем что делают сами инструменты им работают и всем все нравится все хорошо опять же вот эти муки творчества они тоже как бы очень положительный бонус получается для человека кто сам сделал инструмент свой инструмент приятно в руках держать ну и почему вот я и говорю обработка полировка потом что ну как бы эстетическая составляющая тоже немаловажную роль играет ну вот такие дела сейчас будем продолжаем вот что у нас получается такую небольшую насечечку металл ничего страшного потом это если вам это надо вот все это выглаживается уже вот даже с одной стороны видно что как бы на конус он уходит у нас и это важно вот сейчас переворачиваем вторую сторону и делаем то же самое опять же не забываем остужать не перегреваем металл вот таким вот приборчиком уже играть на нем можно вот что получается уже риска подубилась практически от болгарочного круга вот такая уже красота вот то же самое переворачиваем делаем с другой стороны и потом доводим уже дальше опять же по загибу я еще не определился пока что оставлю такой как есть и потом по факту буду не знаю крючок получился или нет музыкальный инструмент уже музыкальный инструмент уже можно играть вот вот такая его толщина здесь где-то наверно здесь вот два с половиной вот два с половиной где-то а здесь вот двойка и где-то 1,25 вот ну еще буду доправлять посмотрим что это получится это опять же я сделал прототип как вот хотелось бы форма окончания форма окончания вот еще один я тоже расплюскал себе такой же опять же ну этот у нас такой будет крючок а этот такой это прототипы я просто опять же это заготовка под чего-то что из этого получится или не получится я еще не знаю но во всяком случае вот я в изысканиях так сказать вот что получится потом вы увидите уже в другом видео когда под что-то конкретно он подойдет продолжим покажем вот есть машинка у нас орбитально шлифовальная орбита 2.2 у нее маленькая конечно но это для тонких работ и вот есть куча вот таких вот этих 320 даже он 360 400 500 600 и так далее вот потом есть я вот чем пользуюсь чтобы полирнуть вот на липучку фетровый кружочек вот и есть у меня полировальная паста вот она такая вот это еще древняя вот она средняя еще сделанная германская демократическая республики вот так вот вот такая вот паста и этой пасты у меня тут он пол и и там 0,1 расходуется и вот я ее для таких целей использую прекрасно она чуть-чуть он на тот кружок нанес вот он полировали чек есть на него дрынь и на малых оборотах и вперед ну естественно надо переодеться халат такой одеть потому что грязь слетит вот и все и все будет красиво я просто напросто сейчас чуть шкурками тут шлифануть вот этими и в достатке особой красоты тут нам не надо вот я хочу просто напросто попробовать как он ковыряет очень тонкий крючок получился вот он даже гнется вот посмотрим на что он способен прошел я 320 400 500 и что у нас уже получается уже красиво получается вот кому надо так сказать можно дополировать что в нее можно смотреться или бриться мне это не надо это я просто для примера показал вот три вида шкурки и уже никаких ни заусенцев ничего уже она красиво смотрится вот резкость не очень наводится вот я извиняюсь но так рукой даже проводишь мягенько гладенько в принципе можно даже вот так до 5 сотки обрабатывать и прекрасно он смотрится вот хорошо вот нарядно инструмент вот нигде он уже ничего не поцарапает вот такие дела так что вот так дерзайте творите ребята всем удачи пока пока маленький по скрипту вот наш крючочек хорошо прекрасно зашел куда нам надо вот так что вот так вот оно у нас тут есть местечко такое где надо немножко поковерять и вот мы коверяем очень даже хорошо он заходит туда куда мне надо вот так что вот так будем дальше испытывать и смотреть чё к чему вот поскольку инструмент специально сделан для того чтобы ковыряться под усилителем Tuo времени для того чтобы ковырota при томym и для того чтобы ты существовать